В итоге вчера на нас напал боксер, который, внимание, гуляет с девочкой лет 13. Мало того, что собака невоспитанная, так еще и девочка с ней не справляется. Как итог, у моего пса порвано ухо, бровь и повреждены лапы. Сегодня около 16.40 на детской площадке на улице Титова, 16, напала собака на моего сына и повредила ногу, которая была с хозяином. Хозяин с собакой ушли. Несколько дней назад мою маленькую собаку на поводке, мы выходили из лифта, напал питбуль. Сразу схватил за горлом, начал трепать. Я пережила жуткий страх, отбивала как могла. Собака чудом осталась цела. Вчера на нас напала немецкая овчарка. Хозяин, как обычно, выгуливал пса без поводка. Хотя собака агрессивная и ранее не раз нападала на других животных. Результат – глубокая рана на передней лапе. И вот два дня назад на нас налетел далматинец. Периодически, если он на улице встречался, то это заканчивалось лаем, риком. Но тут она к нам подлетела настолько близко, что они сцепились. И ця проблема очень расповсюджена. У громадских местах ваша собака має быть на поводку за законом и за культурой выхождения тварини. Катерина – досвідчена собачница, у нее трехречная немецкая вивчарка Хельга. Женка никогда не позволяет себе отпустить побегать твариню без запобежных средств. Когда рядом есть люди. Сколько собачников, столько мнений. Но я как раз та собачница, которая очень обеспокоена тем, что у нас нет культуры собачников, к сожалению. Всякий раз, когда мы с Хельгой бываем, например, на вокзалах, в общественном транспорте, я никогда не позволяю себе отпустить ее с поводка или водить ее без намордника. Я прекрасно понимаю, что люди могут бояться самого внешнего вида, даже если я держу двумя руками. Вихование в сад дело достаточно сложное. Вимагает полной выдачи от господаря, как в моральном, так и в физическом плане, каже Катерина. Вона переживает даже за то, чтобы ее Хельга не нанесла моральную травму человеку от своего выгляда, поэтому постоянно ее выховывает. Хельга не видит ни на крок от Катерины, если та того не захочет. Это требует очень много времени и огромного желания. Через палку ее ни себя не переступишь, ни ее через палку не воспитаешь. Все делается только на позитиве, на игре, на том, что собаке нравится. И собака очень чувствует, когда это нравится хозяину. Она старается угодить хозяину. И вот, когда есть вот такая гармония, нравится обоим. Если вам случилось, у громадского места господар с собакой без поведка и на мордник, и есть загроза нападу, кинологи радят действовать так. Что-то подставить в зубы собаке. Это может быть сумка, это может быть палка, которая валяется. Если такого предмета нет, то тут главное сгруппироваться. Руки должны быть не вот так вот, потому что собака сразу вцепится в руку. Руки должны поставить вот так вот. И сгруппироваться, то есть убрать живот, пах в себя втянуть и прикрыть лицо и шею. И таким образом отбиваться от собаки вот такими вот движениями. Але якщо в такей же ситуации вы опинилися зі своїм псом, то кинологи радять діяти наступным чином. Тут главное отпустить поводок. Я думаю, да. Я думаю, нужно отпустить поводок и дать ей возможность защищаться. Потому что встать между ними, между очень агрессивной собакой и своей собакой, это опасно для себя же. Отпустить поводок, дать возможность защититься собаке, искать хозяина, кричать, искать, звать хозяина, чтобы он помогал. За напад чиєйсь собаки чи прогулянку у громадському місці без повідка господар заплатить штраф. Предварительно ответственность в виде або попереджения, або как альтернативного мирового покарания штраф в размере от одного до трех неоподаткованных минимумов доходов у громадян. На данный момент это близко 17 гривен. Штраф невеликий, але якщо подібна ситуація, тобто агрессія чиєї собаки без повідка повторюється більше п'яти разів на рік, то сума штрафу збільшиться. Більш того, у поліції наголосили, що пса у недобросовісного господаря заберуть. Аліна Мирко, Вікторія Машкіна, Open News, телеканал «Відкритий».